Поедем по-новому. 2018 год готовит массу сюрпризов для автомобилистов. Изменения в законодательстве об ОСАГО и правилах дорожного движения коснутся всех, без исключения водителей. Готовиться к новшествам нужно уже сейчас. Законодатели планируют упростить процедуру привлечения нарушителей к административной ответственности. Записи видеорегистраторов в госавтоинспекции принимают и сейчас, но процедура достаточно трудоемкая. За 11 месяцев 2017 года на официальный сайт госавтоинспекции поступило порядка 4177 обращений граждан. Из них 1048 обращений это по грубым нарушениям, таким нарушениям, как проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении. На основании административного законодательства данный гражданин, который подал обращение, должен явиться по вызову сотрудника в качестве свидетеля для полного всестороннего рассмотрения обращения. По новым правилам, для того, чтобы наказать автохама, достаточно будет сделать снимок его нарушения и при помощи специального мобильного приложения загрузить его в систему. Отправителя не будут вызывать для дачи показаний, оформлять протокол и проводить расследование, а нарушителю придет письмо счастья. Принцип тот же, что и с автоматическими камерами фото-видео фиксации нарушений. Мнение Ивановцев о ноу-хау двоякое. Это правильно все, потому что нарушений сейчас идет много по городу. И маршрутный транспорт, и легковые. Очень много нарушений. Полка в двух концах. Где-то если нарушения какие-то, я считаю, там не сильно серьезные, то, мне кажется, и смысла отправлять нет. Пускай там, может, немножко неправильно припарковался, если там никому не мешает. А, конечно, когда человек пьяный или проехал на красный свет, ну, я считаю, да, это нормально. Вот это произойдет. Кому-то хочется, как говорится, навредить. Ага. Ну-ка я на него заявление напишу. Ах, ему там в ГАИ там. Попробуй докажи потом, что ты, как говорится, это никто. Пока акция «Сам себе инспектор» стартует только в ряде пилотных регионов. Но если новшество зарекомендует себя хорошо, скоро любого автохама можно будет привлечь к ответственности при помощи одного лишь фото. Изменения в законе об ОСАГО тоже уже видны на горизонте. Самое ощутимое – это, конечно, подорожание полисов в два, а то и в три раза. Изменения коснутся и коэффициента безаварийной езды. Коэффициент бонус малос, так называемый. Здесь будет, скажем так, нововведение. То есть, это паспорт транспортного средства, ПТС, который есть у нас сейчас в бумажном виде. Он будет в электронном виде. Для чего это делается? Для того, чтобы вся та история автомобиля транспортного средства, которая есть, она будет прослеживаться, что называется, от завода-изготовителя до, скажем так, его уже утилизации, скажем так. То есть, вся история будет прослеживаться, чтобы вот этот коэффициент оставался за автомобилем, чтобы было понятно, кто управлял автомобилем, кто был участник в ДТП и так далее. То есть, вся эта история будет уже в электронном виде прослеживаться. Вишенка на торте изменений в страховании автогражданки – новые полисы с QR-кодами. При помощи специального приложения можно будет сразу проверить регистрацию документа в системе РСА, что исключит вероятность подделки. Будет QR-код, который будет в правом углу находиться. Это как электронный полис, так и физический, скажем так, бланк. Для того, чтобы было удобно инспектору ГИБДД на месте проверки, скажем так, самого полиса, подлинности, считать этот код и понять, в каком состоянии он находится. То есть, отгружен он, утерян, украден и так далее. С марта для водителей обязательным станет ношение светоотражающего жилета в темное время суток. А еще, вероятно, уже в 2018 году на дорогах появится новый знак – зона успокоенного движения. На участках, обозначенных соответствующим образом, пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте. При этом автомобилистам запретят совершать обгоны и двигаться быстрее – 10-20 км в час. Такие зоны уже существуют в городах Европы. Когда новые знаки появятся в России и конкретно в Иванове, информации пока нет. Наталья Гутарина, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова